Помимо восстановления аккумулятора Клиенту было предложено заменить провода Потому что они пребывают вот в таком состоянии Помимо всего этого Здесь еще куча коцак Замотанных изолентой Здесь какой-то у нас слом идет Дальше Коннектор имеет оплавление Пружинка ламели От нагрева просела В пластике просела Контакт плохой И еще у нас имеются вот такие вот косяки Отрицательный провод у нас Более-менее живой Потому что он отрицательный А вот положительный В основании раздуло И вот провод-то гнется Вот в этом месте Это все у нас окислено Сейчас это все дело будем отрезать И впаивать новые провода Также было клиенту предложено Установить нормальные Дорогие импортные провода Седьмой класс гибкости Но там ценник достаточно огромный Поэтому клиент согласился Лишь на замену проводов На отечественные Четвертый класс гибкости Ну и соответственно Новый коннектор Оплавляется пружинка Вот там вот В том месте В основании Она вставляется И от нагрева Вся эта пластмасса Выгибается Пружинка проседает Ламель не прижимается То есть Новый коннектор Новые ламели Целый комплект Поехали 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 Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует... 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 Поэтому даже вот потекли стеночки. Это хороший знак. Контакт у нас будет здесь очень хороший. Вот. Сейчас эти все портаки подчистим. Здесь я ничего делать больше не буду. И уже будем ставить на аккумулятор. Кстати, оплавление произошло потому, что основание клеммы имеет достаточно сильную пористость. Вот порки остались, но это ничего страшного. Но клемма эта работать будет. Контакт будет хороший. А вторая клемма уже получилась вообще а-ля завод. Ну, здесь уже как следствие рука немножко уже, что называется, подвстает. И поэтому уже клемму не перегреваешь. Ну, ребята должны понять, вы должны понять, что если бы я работал каждый день, то у меня бы вот на выходе получались именно вот такие вот ремонты. Ну, поскольку горелку я в руки беру, что называется, раз в пятилетку, то поэтому бывают еще и вот такие портаки. Но это ничего страшного. Сейчас все зачистим и будет у нас красиво. Так, и еще вопрос. Почему я работаю без перчаток? Это вопрос, который может возникнуть у вас. Дело все в том, что мало ли, если происходит пролив свинца, попадая на перчатки, он сразу же прилипает и остаются ожоги на руках. По этой причине, это вот вам могут подтвердить сварщики, или работаем в литейных, что называется, крагах, или голыми руками. При попадании расплавленного металла на кожу, за счет кожного жира, он всплывает и, что называется, отпрыгивает. То есть у нас ожоги остаются первой степени, покраснения максимум. Никаких волдырей, никакого глубокого ожога. В общем, как-то так. Продолжение следует...